Большую часть информации люди воспринимают визуально, поэтому немаловажную роль играет работа фотографов. В наши дни стать таковым проще простого, достаточно иметь при себе телефон. Правда, уважающий себя фотограф использует хорошую технику и уделяет процессу выстраивания кадра и композиции довольно много времени. Венсполский центр туристической информации использует фотографии местных фотографов для создания различных печатных изданий, для размещения в социальных сетях, чтобы показать Венсполс через призму видения города разных людей. Сотрудники центра пригласили всех, кто увлекается фотографией и ловит интересные моменты городской жизни навстречу, чтобы обсудить актуальные для всех сторон вопросы. Например, как наладить более продуктивное сотрудничество, чтобы была возможность отбирать лучшие фотографии для печатных изданий, таких как брошюры или календари. В каждом таком издании используется очень много фотографий. И чтобы каждый год печатать новые фотографии, нам необходимо такое сотрудничество. Мы все время контактируем. Фотографы присылают свои работы. Сейчас самая большая проблема, которую мы обсудили с фотографами, – это как передавать фотографии. Мы говорили о том, что хорошо было бы создать систему, благодаря которой будет легко обмениваться фотографиями. Венсполские фотографы открыты к сотрудничеству и даже готовы делать фотографии на заказ. Хотя, как признаются Монта Блаза Петерсоне, самые удачные кадры чаще всего получаются случайно. Случайно, по ощущениям, конечно. Когда делаешь фото на заказ, тоже бывает попадание в десятку. Но в основном это случайно. Ежегодно в Венсполсе проходит фотоконкурс. В ходе конкурса отбирают лучшие работы, которые становятся основой ежегодного календаря. Как показывает практика, в нем участвуют не только фотографы и не только из Венсполса. Хорошие кадры удавалось сделать людям далеким от этой профессии. И даже детям. С прошлого года в конкурсе введены две номинации – рекламная фотография и художественная. Большинство фотографий, которые присылаются на конкурс – художественные фото. Это красивые фотографии, но нам нужны фотографии для маркетинга, на которых отображены объекты и различные возможности. Поэтому художественные фото мы просто не можем показать людям. Мы их можем размещать разве что в социальных сетях. Поэтому решили ввести две номинации. Конечно, для самих фотографов милее сердце художественная фотография, через которую они могут выразить свой внутренний мир. Но и поработать с рекламной тоже интересно, признается Монта. Это очень хорошо, что разделили рекламные и художественные фото. Многие стремятся сделать именно художественную фотографию. Поэтому хорошо, что их разделили. Тогда у конкурса будет прогресс. Во второй половине июля вновь будет объявлен фотоконкурс на лучшую фотографию Венсполса. Из 40 отобранных профессиональным жюри работ составляется фотовыставка, которую потом могут посмотреть не только венсполщане, но и жители других городов.